Добрый вечер! Добрый вечер! Что такое этап Гран-при Фиде? Для начала я вспоминаю свое детство. Это поединки Карпов и Каспаров. Это борьба за звание чемпиона мира. Это Каспаров, постоянно обыгрывавший Карпова к тому времени. А вот этап Гран-при Фиде, это близко к чемпионату мира или нет? Да, я тогда начну все по порядку. В конце прошлого года я играл Кубок мира в Тромпсе в Норвегии. И там удалось дойти до финала. В финале я, к сожалению, уступил Владимиру Крамнику. Но, тем не менее, благодаря этому турниру я отобрался. Как в претендентский турнир, так и в турниры серии Гран-при. Всего таких турниров три. Ну, получается, месяц назад они начались. В Баку первый турнир я сыграл, к сожалению, не очень удачно. Но зато удалось реабилитироваться в Ташкенте. Там я занял первое место. И сейчас у меня остался последний турнир. Он будет проходить в феврале в Тбилиси ориентировочно. Если я займу первое место или хотя бы попаду в тройку, тогда у меня будут неплохие шансы пройти в турнир претендентов. А турнир претендентов – это уже предпоследний шаг, так сказать, к матчу за звание чемпиона мира. То есть победитель турнира претендентов отбирается на матч. Чемпионат мира, насколько я понимаю, матчи за звание чемпиона мира начались у нас в пятницу на прошлой неделе. Да, совершенно верно, да. Карсен играет сам в Сочи. Вам доводилось с кем-то из этих людей встречаться за шахматой доской? Да, безусловно. Но с Карсеном мы ровесники. Карсен – это норвежский шахматист моего возраста, даже чуть помладше. Мы оборудились в 1990 году. В принципе, в детстве он не был суперталантом. То есть его удалось обыграть несколько раз. Но где-то в 2005-2006 он совершил большой рывок. Стал таким очень раскрученным шахматистом. Скажем так, получал приглашение во все сильнейшие турниры. И достаточно быстро вырос в шахматном плане. И получается, что пару лет назад он выиграл титул как раз у Аннада. И сейчас Аннад постарается реваншироваться. Но с Карсеном мы с тех пор играли тоже достаточно много. То есть мы играли в Блиц, несколько партий в Классику. И, в общем, я могу сказать, что у нас счет с ним равный. А с Аннадом я, конечно, не так много играл. Но, наверное, сыграл три партии. У нас три ничьих. Дим, ну, вот сейчас, наверное, все-таки вернемся назад. Вообще, как получилось так, что вы пришли в шахматы, да? Когда говорим о спорте, ну, есть самый популярный вид спорта – это футбол. Есть хоккей, который традиционно зрелищен. Есть борьба, которая, как считается, воспитывает сильных, мужественных спортсменов из мужчин делая, да? Шахматы, вот, опять же, вспоминая свое детство, тогда был культ шахматы. Тогда даже не прямые трансляции шли. Вот этих поединков Карпов, Каспаров. Сейчас как-то шахматы на экране телевизора практически не видны. Да и в печати-то о них не очень пишут. Как вы пришли в шахматы, с чего все началось? Ну, во-первых, я начал довольно давно. Я все-таки в 95-м году еще начал. Тогда, может быть… Пять лет? Да, в пять лет. Меня папа научил. Где-то мои полгода так играет с папой дома. Потом он меня отвез как-то раз в дворец пионеров. Там я попал к тренеру Пожарскому, Виктору Александровичу. Мы с ним достаточно долго занимались во дворце. После чего он разглядел во мне талант. Мы стали заниматься индивидуально. Он приезжал к нам домой. И, в общем-то, достаточно быстро удалось набрать определенный уровень. И, наверное, вот в 99-м году, когда я выиграл чемпионат мира до 10 лет, то этот успех, конечно, очень повлиял на меня. Ну, естественно, то, что у тебя получается хорошо, к тому ты и стремишься. Правильно? Поэтому у меня тогда уже не стоял вопрос. Я решил, ну вот раз я умею играть в шахматы, то почему бы в них не играть? Тем более, что мне это доставляло удовольствие. То есть я в детстве, в принципе, как раз в футболе проводил достаточно много времени. У нас был такой спортивный дворик. Мы собирались с ребятами много. Катали мяч в том числе. Я даже, по-моему, где-то один или два дня там проходил на секцию. Но мне очень не понравилось, потому что там нужно было выполнять упражнения различные перед игрой. А я как бы по своей натуре такой скорее практик. То есть у меня и в шахматах это прослеживается, и в футболе тоже. То есть мне нравится больше играть. Я люблю меньше науки, больше игры, больше действий. Ну и импровизации больше. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому как-то в футболе я не прижился. То есть это осталось таким хобби. А в шахматы вот стал играть профессионально. И плюс там еще после того, как я выиграл этот чемпионат мира, у меня появился спонсор. Там как бы сразу стало гораздо больше возможностей. Ну, в общем. У вас среди дворовых ребят прозвище было, нет? Гроссмейстером не звали? Ну, это уже в более старшем возрасте, наверное. А вот от прозвища до, собственно, звания далекий был путь? Путь был достаточно далекий, да. Все-таки гроссмейстером я стал, наверное, поздно. Все-таки лет в 16. В то время как самые талантливые шахматисты становятся там в 12-13 лет. То есть таких сейчас, наверное, около 10 можно насчитать. А я у меня как-то вот был, наверное, с 12-ти, может, до 15-ти лет. Такой некий кризис. Потому что я достаточно много играл в детских турнирах. И мне как-то казалось, что я сильно играю. Я там обыгрывал своих сверстников. Вот. Но, к сожалению, когда я перешел во взрослые шахматы, а чтобы выполнить гроссмейстер уже, необходимо играть во взрослых шахматах, то меня ждало разочарование. Конечно, первые турниры взрослые я никак не мог тянуть. Но потом и в эту роль вжился. И, в общем-то, лет в 15 уже уверенно выполнил. Много дискуссий существует среди спортивной общественности. Шахматы – это все-таки спорт или не спорт? Вот ваше мнение. Ну, в моем понимании, это спорт. Поскольку, во-первых, борются два человека. Причем я бы сказал, что это такой достаточно жесткий спорт во всех отношениях. Как бы нервы на пределе тоже. Голова устает. Вот. А чтобы голова не уставала, необходимо также поддерживать физическую форму. Пусть это не такие нагрузки, конечно, как у футболистов, хоккеистов. Да. Но, тем не менее. То есть, без этого никуда. Это, опять же, выдержка. Потому что партия идет в районе 6 часов. И, зачастую, в конце побеждает не тот, кто играет просто сильнее в шахматы, а тот, у кого сохранилось больше сил, тот, кто прикладывает какие-то другие качества. То есть, шахматы – это не просто шахматы. На самом деле, на мой взгляд, это спорт. У нас традиционно хорошо чествуют спортсменов рязанских, которые добиваются больших успехов. У Ивана Нифонтова была медаль олимпийская. Недавно с чемпионатом мира по дзюдо сразу трое наших ребят вернулось с наградами различной пробы. В то же время ваш успех, насколько я понимаю, спортивные квалификации, по крайней мере, не меньше. Ну, я вообще бы так сказал, что все-таки, например, когда я выиграл в 2012 году чемпионат России среди мужчин, это такое более официальное соревнование. Все-таки это титул чемпиона России. Он означает чуть больше. Ну, и финал Кубка мира – это тоже огромный успех. Ну, сейчас турнир тоже достаточно значимый, но я бы его не стал как бы выделять. По скромничаете все-таки немножко? Не, не то, что по скромничаю, но это на самом деле… Ну, это как бы очень сильный турнир, один из этапов. Но, скажем так, все вот эти этапы, они играются для того, чтобы отобраться в турнир претендентов. А в турнире претендентов я уже играл. Поэтому, как бы, ну, я бы не стал его особенно как-то выделять. То есть это просто отличный результат, отличный спортивный результат, но это не является каким-то титулом. Тем не менее, насколько я понимаю, цель, мечта, как бы, идете – это оказаться за столом на матче чемпионов, да? На матче, в котором определяется чемпион мира. Ну, это, скажем так, конечная цель, да, конечная цель любого шахматиста. Но, тем не менее, в принципе, карьера шахматиста, она не сводится только к тому, чтобы играть вот эти отборочные циклы и пытаться отобраться на матче. То есть, в принципе, у меня очень много турниров, и если я иду не по официальной линии, то я играю какие-то другие интересные турниры также. То есть у нас также существует рейтинговая система, поэтому как бы мы можем там пытаться выиграть что-то, какие-то отдельные турниры, мы можем пытаться повысить рейтинг и тоже таким образом, кстати, отобраться, попробовать в претендентский турнир. Поэтому в шахматах существует несколько вариантов развития, и тут я бы не стал к чему-то одному не привязываться. Вам хочу пожелать, естественно, как бы в первую очередь прийти к конечной, скажем так, цели своей шахматной карьеры, ну и новых побед. Большое спасибо, что ваше время пришли к нам в студию. Дмитрий Андрейкин, рязанский гроссмейстер, победитель этапа Гран-при ФИДа в Ташкенте, был гостем программы «Подробности». Редактор субтитров А.Семкин